Всем привет! Меня зовут Инесса. В этом видео я с вами хочу поделиться с самыми интересными украинскими дизайнерами. Если вам это интересно, то оставайтесь смотреть это видео до конца. Итак, в комментариях вы меня просили познакомить вас с украинскими дизайнерами. Я вас услышала и сегодня даже я нахожусь в таком украинском образе. Украинские дизайнеры сейчас очень даже востребованы во всем мире. У них сейчас одеваются очень много разных звезд такого мирового масштаба. Модели как Джиджит и Белла Хадид, Ким Кардашьяна, актриса Деми Мур и многие другие звезды. Из многочисленных дизайнеров я выбрала всего лишь три дизайнера. Это будет первый бренд Вышиванка by Vita King. Второй бренд это будет Андре Тан. Третий бренд, с которым я вас хочу познакомить, это будет Лилия Литковская. Наверное, вы заметили, насколько красиво, интересно и модно смотрится сейчас такой предмет одежды, как вышиванка. Я думаю, что любители Энники оценят этот стиль и оценят этот бренд. И оценят бренд Vita King, которая стала популярным благодаря многочисленным украинским и российским звездам, таким, как Джамала, Маша Ефросинина, Тина Король и многие другие. Бренд создает очень интересные оригинальные фасоны вышиванок, чтобы каждая модница, чтобы каждая леди смогла выбрать для себя самую идеальную вышиванку. На данный момент вы можете посмотреть, насколько интересны все фасоны вышиванок. У них есть интересные вышиванки, этноплатья. Традиционно вышиванки шьются из льна. Как вы знаете, это натуральный продукт, натуральные ткани, тем самым будет в них достаточно комфортно и осенью, и летом, и весной. Наверное, вы уже слышали о таком имени, как Андретан. Даже я, находясь в Казахстане, я много раз слышала об этом дизайнере. И сейчас я с радостью немножко познакомлю вас с ним, то, что это очень молодой перспективный дизайнер. Если вы так же, как и я, не знали, то, что этот молодой человек уже успел попасть в 2000 году в книгу рекордов Гиннесса Украины. Я считаю, что это просто нереальная награда, особенно для молодого мальчика, который только начинал делать свои шаги в мире моды. Он очень интересная личность. Можете посмотреть его биографию. Известен не только в Украине, но и за пределами. Недавно состоялся показ во Франции. Для каждого дизайнера попасть на французский подиум, на французскую неделю моды, показать и предоставить свою коллекцию, это заслуживает огромного уважения, огромного труда достичь такого успеха, такого уровня. И для простого советского мальчика, который прошел очень трудное детство, достичь таких высоких результатов, ну, это достойно похвалы. И как говорит сам дизайнер, то, что если твои платья покупаются, то это большой показатель твоего успеха. Ну, за что ему просто огромные аплодисменты. И, наверное, самый интересный дизайнер, которого я открыла сама лично для себя, это будет Лилия Литковская. Я зашла в ее инстаграм и просто влюбилась в ее образы. Насколько они крутые, насколько они интересные, насколько они в тренде, насколько они в модные. Я думаю, то, что каждая модница с креативным мышлением меня поймет. То, что один ее инстаграм чего только стоит. У Лилии очень интересные фасоны. Она играет с такой, знаете, тонкой гранью, смешивая инь и янь, мужское и женское начало в своей коллекции. При этом она показывает утонченность женщины, ее женственность, но при этом будет какая-то мужская рельефная форма. Я считаю то, что это очень круто. Лилия и Лилия, она очень известная. Во многих странах мира ее одежду уже покупают. Во всем мире насчитывается сейчас 15 магазинов. По YouTube можно было смотреть проект «Подиум». Конечно, это был подиум не американской версии, но это был какой-то свой своеобразный подиум, где Лилия была одним из членов жюри. И можно было воочию наблюдать, как она работает с дизайнерами, как она их критикует, как она их подбадривает. Очень интересный дизайнер, очень интересный человек. Если вы сейчас молодой дизайнер, который только делает свои шаги в мир моды, я вам реально советую хотя бы один раз в неделю читать про дизайнеров, про их биографию из разных стран мира. Это настолько воодушевляет, это настолько стимулирует делать какие-то шаги, делать какие-то выводы для себя, развиваться в своей сфере, покорять какие-то новые вершины. На моем канале сейчас уже есть два видео про дизайнеров одежды. Напишите мне в комментариях, про какую следующую страну вы хотите, чтобы я разобрала. Я пока для себя думаю, что следующие страны это будет Китай, Россия, Корея, Япония, может быть Франция. Какая из этих стран вам больше интересна, вам нравится такая рубрика и такого плана видео, где я буду вас немножко знакомить с разными дизайнерами мира, то поддержите меня лайком, пишите мне комментарии. И я хотела бы сказать отдельное большое спасибо своей подружке Даше, которая проживает в городе Сфакси, которая дала мне этот просто потрясающе безумно красивый костюм. Даша, огромное тебе спасибо. Большое спасибо за то, что на протяжении двух лет со мной мы общаемся, ты меня поддерживаешь. Огромное тебе спасибо. Спасибо точно так же моим подружкам Лене и Тане, которые точно так же из Украины. Всем вам хорошего дня, всем хорошего вам настроения и всем пока-пока.